Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работать в прямом эфире. У нас в гостях, как мы уже анонсировали, депутат Рижской Думы и руководитель Рижской Организации Партии Согласия Сандрис Бергменис. Добрый день. Добрый день. Вы еще напомню, что наш сегодняшний гость работает в двух важных, даже в трех комитетах Рижской Думы. Ну, два из них провели весьма важное заседание. Это сегодня Комитет по Безопасности. В Рижской Думе был, накануне был Финком, как мы его называем. Это Комитет по Финансам. И там тоже очень интересные вопросы рассматривались. Так что обязательно обо всем, об этом поговорим. Но, может быть, сначала Сандрис, поскольку я знаю, что вы были координатором от партии по обеспечению наблюдения за выборами. То есть вы вели переговоры и привлекали вот этих наблюдателей, которые участвовали в выборах именно на территории Риги. Может быть, несколько слов об этой работе, такой невидимой стороне, потому что зачастую наши радиослушатели тоже звонят и спрашивают, кто обеспечивает наблюдение за выборами, потому что сейчас такой очень быстрый электронный подсчет голосов. Есть, кстати, три дня предварительного голосования. У многих тоже вызывают какие-то сомнения, насколько вот эти конверты там закрыты и так далее. Может быть, несколько слов об этом, как вот была вообще была вот эта вот работа обеспечена. Да, ну, я расскажу об этом, но сначала я хочу сказать пару слов нашим избирателям. Я хочу сказать большое-большое спасибо всем, которые в этот день пошли и проголосовали вообще проголосовали на выборах. И, естественно, что за нашу партию и нашему избирателю большое спасибо. А их было по всей Латвии немало, около 170 тысяч людей сказали нашей партии «да». И мы получили 23 места в парламенте. Да, и за это большое спасибо. Я сам не участвовал на выборах, потому что я считал... Ну, не баллотировались. Да, не баллотировался, участвовал так, что помогал, организовал штаб, наблюдатели и так далее. Но я сам не баллотировался по одной причине, потому что полтора года, не полных, полтора года назад меня избрали в Рижскую думу, поэтому я посчитал, что я должен все-таки работать на благо Рижан. И, ну, это было бы как-то странно, если бы я сразу оттуда бы шел на выборы в парламент. Что касается... Наблюдателей. Наблюдателей. Была организована хорошая работа именно по Рижскому, по Рижским... Округам, да? Округам, да. У нас в Риге 158 участков, да, были все покрыты наблюдателем, да, было... То есть, фактически на каждом участке были наблюдатели от согласия, так я понимаю, да? Да, и в некоторых было даже по два, да. Были всякие казусы, всякие тоже ЧП-ситуации там некоторые, да, но вообще, в общем, да, было все, как бы выборы прошли спокойно, больших нарушений не было, подсчет голосов тоже было без особых нарушений, да, и, как я сказал, было казусы с этим возрастом, да, но с этим мы разобрались, да, а конкретнее там было так, что все годы были, что наблюдателей можно было ставить 16 лет, да, а на этих выборах было специально, специально сделанная пометка, что можно 16 лет, но только с курсами, с курсами, которые полтора часа проводят курсы из ЦВК, да, и обучает, если так можно сказать, подростков, вот, этой работы, да, у нас там в некоторых участках были, в одном была дочка одной мамы, 17-летняя, да, которая в сопровождении мамы была, да, но ее не пустили, и сказали, что не надо, да, в одном случае было вместе с подругой, да, тоже, вот, было тоже 17 лет, даже 3 месяца до 18, да, вот, ну, как бы, другое в целом было хорошо, мы в своем, в своем штабе подсчитывали уже заранее голоса, да, то есть мы уже знали, в принципе, картину по Риге, как наш избиратель проголосовал, у нас работа происходила так, что эти избиратели, которые находятся на участке, и, кстати, они провели очень большую работу, и спасибо, наблюдатели, да, да, наблюдатели, да, они провели очень большую работу, потому что они, во-первых, они смотрели за порядком, а второе, тоже немаловажно, что они нас информировали уже, как только был протокол написан, да, и в этом протоколе было уже, конкретное число, сколько отдали там за ту или иную партию, они уже нам эти новости сообщали, то есть мы, получается, что в штабе узнавали новости быстрее, чем центральная избирательная комиссия, да. Да, ну это такой, может быть, технический нюанс, но вот чуть-чуть мы обсудили, вот, итоги выборов, что дальше, мы сейчас все наблюдаем с интересом за тем, как происходит процесс, или не происходит пока, процесс формирования правительства, иногда такие возникают анекдотические ситуации, но я так понимаю, что очень многих и наших радиосуществ, в принципе, понятно, вы уже упомянули, что согласие, свои голоса дали 170 тысяч человек, но их так вежливо послали, я так понимаю, да, и сейчас происходит формирование правительства без участия согласия. Конечно, это в такой демократической стране, как мы все время, скажем так, провозглашаем нашу страну, это крайние, крайние случаи, да, и опять, которые уже выборы, да, получается так, что первое место, той партии, которая заняла первое место, не дает формировать правительство, да, и начинает, я только не понимаю, почему начали с третьего, да, с третьего места, которое получили, потому что мы получили 23, да, еще две партии получили по 16 голосов, да, это как? А теперь уже начали новые консерваторы КПВР, а теперь уже инициативу перехватила партия, у которого 13 мандатов. У которого 13 мандатов. Видимо, следующий уже будет, у которого 8 мандатов, да. Да, вот, это я уновену от ИБ-8 получила, и еще. Видимо, ей нужно поручить формирование правительства, чтобы совсем ситуацию до анекдота довести, да. Это, конечно, не исключено, да, но, мы со своей стороны от нашей партии стараемся разговаривать, стараемся, стараемся каким-то образом указать на здравый смысл, что это неправильно, да, потому что, ну, правильно было бы, если как в нормальных, как в нормальных странах, есть так, что дает возможность победителю формировать правительство. В нашем случае это был бы Вячеслав Домбровский, да, он даже по выборам выбрал, то есть, получил самое большое количество плюсов, да. По 20 тысяч, если я не ошибаюсь. 30, да. И он формирует тогда правительство, да, ну, и если из-за красных линий или из-за еще каких-то неприязней к нему, да, если он бы не смог это сделать, ну, тогда дается второму или третьему месту, да. Это было бы так правильно в демократическом обществе, да. По крайней мере, уважение к избирателям было бы проявлено. Да, в нашем обществе сразу говорят, что одна пятая часть населения не в игре, сразу. Ну, эта ситуация очень плохая, потому что это может повлечь за собой очень большие, как сказать, ну, как это слово выбрать правильно, ну, нечетности или не карты, да. Да, беспорядок, да. Беспорядок, да. Даже, можно сказать, беспредел в какой-то степени. Да, и еще есть интересный момент, что сейчас 7 партий, да, вошли в... В 7 новый, да. В 7, да, избраны 7 партий. В принципе, получается так, что если они хотят, как они говорят, сделать все из 5 партий, да, то тоже у них ничего не получается, потому что если математически посчитать, у них получается так, что каждый, каждый, если бы они пятером создали бы правительство, каждый из этих 5 участников мог бы той или иной вопрос заблокировать, если бы они хотели. Потому что стоит ему только выйти, и нет больше этого правительства, да? Да. То есть у каждого золотая акция получилась. У каждого золотая акция. И если знать те партии, которые были избраны, да, и те, например, обещания, что они обещали, то у них получаются разные, у них получаются различия очень большие, да, и ну как они будут работать совместно, это мне, например, непонятно. Или тогда им надо будет мириться то, что ихняя программа не будет исполнена, да, или же им придется тогда между собой ссориться все время, да? А это значит, что скоро будет падение этого правительства, да? Ну, в принципе, если они берут 6, из 6 делают, да, ну тогда это тоже вопрос, да, потому что тогда им надо брать в правительство те партии, которые они рисовали красные линии, что они с ними никогда вместе не будут работать, да? Например, ЕКП сказала, что она не будет работать с ЗЗС, да, потому что они старые, там они, как они говорили, что они там коррумпанты и так далее, да, что они поклоняются одному идолу, да, Свенспилса и так далее, они это все говорили, и тогда получается, что если они смирятся с этим, тогда, ну, тогда... Обманули, получается, избирателей, да? Избирателя, да. Давай тебе примем звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот хотелось бы акцентировать внимание на таком аспекте. Вот смотрите, простые люди, которые живут здесь в Атве, они находят общий язык, они разговаривают, у них есть общий интерес, они за ним работают в одних и тех же профессиях, рука об руку. А вот когда дело заходит о политике, почему-то те люди, которые голосуют за вот партии, которые красные линии чёртвы и так далее, они почему-то говорят, вот они идут на выборы, голосуют, допустим, за Венутыбу, а Венутыбу говорят, мы не будем с Асканей сотрудничать. Ну так ты же с русским, который голосовал за Асканю, работаешь плечо к плечу, у вас всё в порядке, вы находите общий язык, так почему же те дяди, которых выбрали, делают какие-то спунтики свои? Это получается, либо, значит, те люди, которые голосуют на выборах, простые люди, они где-то внутри себя всё-таки рисуют эту красную линию и говорят, не, вот русские, они здесь не хозяева, но, простите, русские здесь живут с тех пор, когда не было ещё Латвии вообще, начиная с начала 18... Вот мои предки сюда приехали в начале 18 века, и с тех пор мы здесь живём, и что мне теперь делать? Вот что мне делать? Почему мои интересы не будут учтены в той стране, где я живу? Вот у меня вопрос, на который я просто не могу ответить. Спасибо. Очень хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Правда, адресовать его, видимо, надо тем политикам, да. Нет, я отвечу на этот вопрос. Да. Да, если вы позволите, да, я отвечу очень хороший вопрос. Конечно, для этого вас пригласили, да. И этот вопрос интересует многих, да. Как я это понимаю, что никакого конфликта нету, да. Я вам, может, сейчас скажу то, что никто не скажет вам здесь в эфире, да. Никакого конфликта нету. Этот конфликт создаётся специально, да. В основном этот конфликт создаётся в масс-медиах, да. И он поддерживается искусственно. А для чего это делается, да? Как написал один известный журналист, очень хорошая была у него статья в независимой газете, да. В Недхаре Гиммедсида. Идёт речь про Лия Камуте, да. То есть, это всё причина для того, вот для чего им, например, создавать правительство из семь партий, да. Но они начинают... Лишний род, да. Да, это лишний род. Просто вот это повод для того, чтобы сказать, что мы, там, друзья... В Брюллес? Да. Я, например, латыш, и, можно сказать, мои предки тут живут уже, тоже, когда ещё Латвии не было, и давным-давно, да, живут, и я в этой партии, да. Я в Москве был один раз, и то недавно, да. Я вообще там не был, да. Но нас всё время привязывает, мне это смешно слушать, да. То же самое насчёт этих соседей. Все прекрасно знают и разговаривают, русские, нерусские, делают бизнес общий и так далее, да. Никто это не спрашивает. Это просто на уровне политики, и потому что есть такая причина, и есть такая причина, которые людям, скажем, тем людям, которые голосуют за другие партии, там, националисты, та же самая Вену, вот, ибо, да, которые выгодно им можно продать, потому что они, люди в основном такие, что они не, ну, сами не анализируют большинство из людей и не интересуются политикой, да. Им говорят, что это партия рука Москвы, и она, они верят, да. А вот причина, потому что, и никто не, никто не углубился, да, что было там в 2009 году, в 2013-2012, когда они вот эти моменты все время вспоминают, да, какие-то моменты, где, ну, вот, например, тот же самый договор с Россией, да. С единой Россией. С единой Россией, да, с партией, да, но это единственная партия, которая там у власти, да, но если бы была другая партия, заключили другой договор, а также у нас есть договор с многими европейскими странами, да, с партиями европейских стран, да, и мы даже в общей европейской партии ПЭС, да, мы приняты и полноценно... Европейских социалистов, да. Да, в партии европейских социалистов мы полноправные участники этой партии, да, но это никому не интересует, интересует сказать вот это, ну, хорошо, мы уже давно этот договор сломали с ними, да, потому что не нравится, и чтобы не было причин. Ну, нашли еще одну причину, да, ну, нет, все равно вы и рука Москвы. А почему? Никто не углубляется в этом, да, и никто не объясняет. Вот правильно сказал, правильно сказал наш радиослушатель, да, что, ну, то, что у тебя не латышская национальность, я считаю, что стедиться не надо, и впредь не надо стедиться, да, и много людей, которые не латвийские национальности и тут родились и жили, да, это вопрос не к нам, это вопрос к теме, которые это искусственно делают, вот эту конфликтную ситуацию, и поддерживают потом. Да, я вижу, что еще один звонок успеем, наверное, принять в первой части, 612-939. Да, есть звонок. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, Абик, здравствуйте, господин Бергманис. Андрей звонит, общество Пилсо-Тоцилоким. Такой вопрос. Вот вы только что сказали, что, ну, с асками согласия всеми не допускают до власти, то есть тот факт, что Клементьев сидит в президиуме Думы и Виталий Орлов руководит одной из комиссий, это, соответственно, ничто. И вы сказали, что игнорируются там права, каких-то там, сколько там, 20% избирателей. А почему тогда в Риге игнорируются права 49% избирателей или сколько там проголосовало остальные оппозиционные партии, и они ни в одном комитете не представлены? Спасибо. Спасибо большое. Да, я только хотел бы напомнить нашему радиослушателю, ну, так вот, не в смысле, что я какой-то адвокат согласия, но эти вот оппозиционные партии, о которых вы упоминаете, все им уважение, как говорится, они еще до выборов сказали, что мы с согласием сотрудничать не будем. Это же они подтвердили после выборов и сказали, что с ними мы на один гектар садиться не будем. Ну, поэтому эти вопросы о сотрудничестве или о комитетах нужно задавать в первую очередь тем, которые категорически отказались от сотрудничества, согласия и, соответственно, с их партнерами через служит Риге. Ну, если люди говорят о том, что мы с вами общаться и дружить не будем, вообще даже переговоры вести не будем, ну, естественно, они тогда остаются в меньшинстве, но это, по-моему, в принципе, позиция очень даже логичная, поэтому, по-моему, если я не прав, Сандрис может меня поправить. Да, я согласен с этим и мы знаем организацию вашего Пилса, это Цилвакия, да, я про нее слышал, так что передаем привет вашим политическому, политическому, как сказать, Бэк, это Айзмугаре, да, как политическому тылу, политическому тылу, которые тоже выиграли на этих выборах, это одна из тех партий, которые избраны, да, так что спасибо за вопрос. Да, Сандрис Бергманис, у нас в студии депутат Рижской Думы, не переключайтесь. Еще раз добрый день, напомню нас в гостях депутат Рижской Думы и руководитель Рижской Организации Согласия Сандрис Бергманис. Поговорим сейчас больше о делах думских, мы уже поговорили о большой политике. Вчера был, вчера, да, если не ошибаюсь, был пикет у Рижской Думы велосипедистов, но мне, как не велосипедисту, опять-таки, я уважаю всех велосипедистов, здоровый образ жизни, молодцы, но, тем не менее, вроде бы непонятно, в чем их возмущение, поскольку уже автомобилям зачастую, по крайней мере, в центре города трудно проехать, автомобилях, дорожек и рекомендуемых, и обязательных все больше и больше, а пикеты велосипедистов тоже все больше и больше. А что они, собственно, хотят? Ну, они хотят все, чтобы было завтра уже, да, Рижская Думы уже объявила, и у нас, что у нас приоритет, это пешеходы, да, и велосипедисты. И мы на это работаем, но мы же, ну, и вы же понимаете, все же понимают, что мы не можем просто взять и перекрыть все дороги и сделать их велосипедными или пешеходными, да, потому что транспортные средства, есть и водители, которые водят машины, их интересы тоже надо учитывать, да, что они тоже платят налоги, по-моему, даже больше, да, не по-моему, чем, например, тот же самый пешеход, да, ну, это была опять спланированная такая политическая акция, да, вчера, где стояли те же самые новые избранные депутаты, учили их, да, этих велосипедистов, которые кричали, что им надо уже это вчера, да, эти все дорожки и так далее, но все радиослушатели и все рижане сейчас видят, как мы преобразовываем город, мы стараемся не делать ошибки, да, мы стараемся, ну, те же самые ремонты делать, проводить с умом, да, если мы где-то вводим велодорожку, да, то если есть очень, ну, помните, да, сколько было противников той велодорожкой на лачплэша, да, но мы же изменили это, да, и мы сделали по-другому, да, мы тоже смотрим, потому что все не сразу делается, да, никто до нас это вообще не делал, весь город был серый, да, тот же самый, тот же самый налоги снижаем за счет того, что если, вот, например, реновации домов делает и ставит там светильники, да, что просвечивает, да, но мы стараемся город сделать красивее, да, и, да, и то же самое зеленее, да, так можно сказать, нагрузку снять с центра, там, например, машинную и сделать, сделать больше велодорожек, ну, так что, я считаю, это не необоснованный пикет, да, он какой-то, как бы, с политическим оттенком, да, и те крики, которые там были, когда, когда, я хочу завтра, ну, они без, без какого-либо обоснования. Я так понимаю, что все-таки, ну, город, по крайней мере, городские власти должны как-то сбалансировать интересы велосипедистов, опять-таки, при всем к нему уважении, да, но, тем не менее, есть еще и автомобилисты, да, есть те, которые едут в центр города и по делам, на рабочих автомобилях, ну, что, мы сейчас ради них перекроем вообще весь город? Ну, естественно, что надо учитывать все интересы, и надо, чтобы это было сбалансировано, а не так, что перекроем все дороги, сделаем их пешеходными, да. Давайте будем принимать звонки, может быть, и на эту тему, да, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, я по поводу этих велосипедистов и дорожек, я как бы сам не велосипедист, но я был бы за, чтобы им делали бы эти дорожки, поскольку, когда я как пешеход хожу по тротуару, то я не могу спокойно идти, поскольку они летают по тротуарам, они ездят по дороге, где, скажем, и местах. Спасибо большое, вот это тоже к вопросу, что есть еще и пешеходы, их тоже интересы должны быть как-то соблюдены. Да, вот о чем мы и говорим, да, то же самое, мы не можем и пешеходные переходы сделать велосипедными, да, но мы стараемся, что эти полосы, которые находятся, скажем так, если у нас три полосы, да, где ходят автомобили, то мы одну преобразовываем вело, велополосу, да, и скажем, а пешеходам оставляем тротуар, но как он правильно сказал, уже есть где-то, может быть, больше надо эти разделы делать, да, потому что тот же самый променад, да, там как бы не указано, где у тебя велодорожка, и где, и местами идет даже все общее, да, и тогда вот, как правильно сказал, заметил, иногда гоняют на велосипедах, а те же самые пешеходы, ну, бывают случаи, когда они не замечают, и когда, скажем, ему за спиной гонится по той же стороной, например, там пять велосипедов, и когда они издают вот этот, ну, предупредительный звонок, тогда он наоборот, может быть так, что он налетит, он не знает где, в каком месте именно для пешехода место, да, он может и налететь на этого велосипедиста, тоже верная заметка, но стараемся. Да, еще один вопрос, который связан вот с заседанием комитета Рижской думы, я так понимаю, что вчера была такая дискуссия, такая скандальная весьма даже, заседание финансового комитета, поскольку представитель ТБ Висуатвы и господин Клотенч, если я не ошибаюсь, он был недоволен, что какой-то пункт из повестки дня изъяли. Да, там было вообще, потом писали и прессе писали, что мэр города выбрал какой-то пункт, который ему не нравится. Снял с повестки дня. Снял с повестки дня, но это же не так было. Мэр Риги сам не может поставить какой-либо пункт в этой повестке дня. За эту повестку дня, за этот пункт должно быть голосование. Естественно, что никакого голосования не было. Естественно, что когда он прислал вот этот пункт, который надо ставить внутри, он когда прислал, тогда просто референт, как вам сказать, она ошибочно, ей надо было в другой строке поставить этот пункт, но она ошибочно поставила сначала, а потом она его убрала и сделала так, как надо. то есть, когда начинается заседание, порядок такой, что они предлагают пункт, и тогда мы голосуем за этот пункт, его вставить в повестку дня или не ставить. Ну, естественно, что где-то примерно 30 минут прошло нашего времени, заседание, то, что кто-то из оппозиции распечатал тот старый вариант, который был до этого, где был этот пункт, и говорит, что по первому пункту, все, работаем по первому пункту, естественно, что руководитель комитета Нил Ушаков, он говорит, у вас есть какие-то пункты, которые вы хотите предлагать или нет, и несколько раз, ну, так вот, как бы футбол такой сыграли, да, и они говорят, нет, нам нечего добавить, но мы хотим, чтобы была вот та повестка дня, которую мы видели там два дня назад в своем компьютере, да, мы видели, мы распечатали, на столе, мы хотим, чтобы так было, ну, естественно, это игра, потому что, если бы они предложили этот пункт, не буду его даже обсуждать, да, это пункт о снижении налогов, значит, тем домам, которые жители жили до сорокового года здесь, да, то есть, вот, почему только тем домам, вот, я вот тоже не понимаю, почему тех, которые до сорокового года жили, а что после сорокового года, а что еще, например, и еще, например, раньше, да, и те, которые были коренные латыши, которые жили, это вот такой намек был, да, от объединений ТБНЛ, да, естественно, что мы бы проголосовали против этого пункта, да, чтобы его поставили в этот самый, да, но та ошибка референда послужила за, ну, за этот скандал, да, что она просто, предлог, да, но она даже, если бы даже она бы включила и не выбрала, все равно надо было бы голосовать, чтобы этот пункт был, ну, скажем, всем надо было бы акцептировать, чтобы он шел потом на заседание Думы, да, без этого акцепта, без голосования, он бы не мог никак бы появиться в этом списке, да, вот, ну, они это, как бы воспользовались такой ошибкой и сделали из-за этого пиар, или, можно сказать, пиар-скандал, да. Так, еще примем звонки, добрый день, слушаем вас. Добрый день. Ну, дела насущные в Риге, это, конечно, само собой разумеется. Я хочу вернуться к началу разговора, там был разговор о выборах. Да. Ну, любая партия в своей работе, неважно, она у власти или в оппозиции, может совершать ошибки. Это неизбежно. Идеальных людей нет, как и нет идеальных руководителей. Да, правильно. Но, по моему мнению, по моему мнению, самая большая ошибка согласия была. Я не знаю, с чьей подачей это все пошло, когда в свое время приняли решение о дружбе с единой Россией. И, к сожалению, вот это решение, которое было принято в свое время, я считаю, что оно было очень непродуманное. Вот, вот сейчас вы пожинаете, партия согласия пожинает вот это свое решение, плоды своего решения. И вам от этого решения очень долго не отмыться. Пока у России будет противостояние с Западом, эта партия будет все время пенять вину. Вот, поэтому очень бы хотелось, конечно, увидеть согласие тоже в правительстве, но, честно говоря, я не представляю, каким образом партия может вот откреститься от принятого решения тогда. Спасибо большое. Давайте я немножко знаю эту историю, я могу сразу рассказать. Это, конечно, вот тогда никто не знал, в чем это, ну, из... Во что это влится, Во что это вольется, да. Но тогда была просто задача подружиться с партиями власти ближайших соседних государств, да? А почему никто нам не говорит, что мы подруж... Такой же самый договор был с Эстонией заключен, да, с Эстонской партией. С Китайской, с Хромонистической партией. Еще действует по-прежнему, я так понимаю. Но с теми, самый главный аспект это, что если бы в России была, например, другая партия, не единая Россия, например, Яблоко, тогда тоже был бы заключен, было бы им высказано предложение заключить договор с нашей партией, да, скажем, это было, если так можно сказать, дружеский жест, чтобы не только нашу партию знали в Латвии, да, но и в других странах, и в основном в европейских странах. А сейчас даже вот мы единые представители европейской партии, да, социал-демократической, да, в которой это вторая большая вообще партия, ну, скажем так, где входит 412, если не ошибаюсь, европейских, депутатов Европейского Союза, да, это вторая по увеличению после народной партии в европейском парламенте. Так, еще один звонок, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Аберик, здравствуйте, господин Аберик. Вы знаете, я сегодня выступал. Так, что-то у нас отключилось, попытайтесь до нас еще дозвониться. У нас в гостях не Аберик, у нас в гостях Сандрис Бергманис, представитель, тоже, депутат Рижской Думы, руководитель Рижской Организации партии. Согласие, так бывает, поскольку это все-таки радио, кто-то сейчас сел за руль, включил, может быть, радиоприемники, поэтому не услышал, поэтому повторяем, кто у нас в студии. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, опять Андрей, спил с этот, человек им звонит. Значит, спасибо, конечно, за комплименты о нашем политическом бэкграунде, но мы просто сами по себе мальчики, работаем сами по себе. Главные претензии вчерашнего велопикета были в следующем, то, что нам надоело, что господин Ушаков нам наврет и не исполняет то, что обещал. Например, в 2014 году он обещал, что к 2015 году, как он сказал, на Кожгат, в следующем году, будут велодорожки на всех мостах и на улице Бривус, а где они сейчас, нельзя. Соответственно, мы только сказали, что основной приоритет Думы это велосипедисты и пешеходы, это очень хорошо, но, к сожалению, вот этот приоритет, он не соответствует с вашими реальными делами, потому что, например, за прошлые 4 года было построено ровно 0 километров велодорожек в городе и, по-моему, в прошлом году меньше, чем коммуноль, меньше половины процента от всего бюджета, который был для для сообщения был потрачен на велую инфраструктуру и на пешеходную инфраструктуру. Парируйте, спасибо. Ну, я что могу сказать уважаемому радиослушателю, который сейчас задавал вот эти вопросы, ему внимательно посмотреть, что было построено за то время, которое он сказал, и хотя бы немножко ознакомиться с планом развития города. Там он увидит и найдет ответы на все вопросы свои, где, как планируется строиться велодорожки и так далее. Ну, я не стану сейчас объяснять, потому что у нас не хватит тогда время эфира. Ну, это, если сказать мягко, ну, совсем не так, как он говорит. Если бы он слушал вчера то, что вице-мэр Америкс вышел и разговаривал с ним, да, и разговаривал с велопедистами, которые были там на этом митинге, да, то он бы услышал все полностью ответы на его вопросы. Так, последний звонок сейчас мы примем, время уже подходит к концу. Добрый день, слушаю вас. Опять Андрей и еще один ответ на все реплики Райанда Байгумеса, ну, господина Байгумеса. Я был, я прямо рядом стоял с господином Америксом, что он мне сказал, что это все опять будет, это будет в следующие три года. Ну, так как мы активисты, нас очень сильно интересует, мы очень хорошо знакомы со всем тем, что планируется, планируются там золотые горы, планируется дублер улицы Бриви за два миллиарда рублей, евро. Планируется, планируется, в этом году планировалась дорожка в Зепникал, в этом году планировалась дорожка из, ну, в Пардаугове, в Булдырай. Где они? Их нигде нет. За последние четыре года построено ноль километров велоинфраструктуры. Улица Барна, там нету велодорожки, там есть рекомендующая велополоса. Спасибо. Ну, передайте тогда, я так понимаю, вы эти вопросы передадите, поскольку это не совсем ваши компетенции. Это не мои компетенции, но все равно я бы, знаете, что рекомендовал, у них сейчас есть все возможности, они сейчас избрались в Сайме, у них сейчас есть все возможности вернуть Риге те деньги, которые забрали у нас, если не ошибаюсь, в 2009 году, на то, что вот были наполовину мостов, строительство мостов и так далее, выделялись государству половина денег. Скажем, вот если мост стоит, например, я как пример скажу тысячу евро, то 500 нам отдавало государство. Вот сейчас есть все возможности вернуть нам эти деньги из Дорожного фонда к нам обратно. И тогда будет все, что, например, они говорили и все, что, например, у нас запланировано, все будет вовремя и в нужные сроки. Да. Так, ну что, я вижу еще звонки, а времени у нас совсем уже нет. Будем еще раз вас приглашать. Ну, спасибо нашим радиослушателям за звонки, но, к сожалению, не успели все принять. Еще раз хочу поблагодарить всех наших избирателей, да, потому что после выборов, вы, это, это, как бы, первый эфир после выборов, да, что пришли и будем надеяться, что и предь будете активно, как бы, ну, это от вас, как от депутата Риска Думы, тоже зависит Сандрис Бергман. Присутствует политический процесс. У нас в студии был, да, спасибо.